Начнем выпуск с важной темы, которая напрямую связана с качеством жизни жителей Твери. Накануне в Доме правительства России состоялось заседание рабочей группы по модернизации системы теплоснабжения областной столицы. Вопросы развития ТЭК в регионе обсудили вице-премьер Александр Новак и губернатор Игорь Уданя. Сейчас решаются вопросы по организации передачи имущества Тверской генерации для его дальнейшей эксплуатации и обслуживания под управлением компании «Газпромэнергохолдинг». Это позволит обеспечить эффективную реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города за счет консолидации бюджетных средств в одной компании, обеспечивая строгий контроль за их расходованием. По словам губернатора, этот проект очень важен для Тверской области и уже сейчас можно подвести итоги многолетней работы. С потенциалом роста города необходимо иметь устойчивую систему теплоснабжения. В этом нам помогает «Газпром», работает по поручению президента Российской Федерации. Уже проведен комплексный технический, финансовый и юридический аудит теплоснабжающей компании «Тверская генерация». Приняты меры по повышению эффективности управленческой команды, оснащению дополнительной спецтехникой. Идет этап финансового оздоровления организации. Остается доработать варианты, которые бы подходили по экономическим параметрам с учетом уже экономического нашего и технологического суверенитета. Работа идет активно в Министерстве энергетики Российской Федерации, Министерстве строительства Российской Федерации. «Газпром» занимается правительством Тверской области, поэтому считаем, что уже очень далеко продвинулись в работах. В ближайшее время будет проведено очередное рабочее совещание, по итогам которого планируется утвердить итоговый сценарий модернизации топливно-энергетического комплекса областного центра и источники финансирования проекта. А через две недели итоговый сценарий модернизации ТЭК представит Александру Новаку. Конечно, всем понятно, что проблемы в топливно-энергетическом комплексе накапливались десятилетиями. Так сложилось, что их критическая масса выпала на непростое время. Но даже в такой серьезной ситуации региональная власть при поддержке федерального центра добилась фундаментальной модернизации коммунальной системы областного центра. Руководство региона связывает дальнейшее динамичное развитие областной столицы, как и всего Верхневолча, со строительством новых транспортных артерий, речных хабов, воздушных гаваней и, конечно, обеспечением всей необходимой инфраструктурой. Все это является необходимым условием для экономического подъема, реализации новых инвестиционных проектов и, в конечном итоге, повышения уровня жизни населения и роста его численности. Более подробно об этом мы расскажем в ближайшее время в нашем специальном репортаже.